Добрый вечер, дорогие друзья, гости, братья и сестры. Вы, несмотря ни на что, все же приехали снова сегодня сюда. Это очень хорошо. Я понимаю, что многие из вас за этот день устали, кто-то работает. У каждого из нас есть свои заботы, переживания. Но, тем не менее, вот сейчас то время, когда мы здесь для того, чтобы обратиться к Божьему Слову. И вот давайте мы снова начнем с урока повторения. Мы не будем встречаться с вами завтра, и очень легко будет завтра вообще все забыть. Но, тем не менее, сегодня мы попытаемся закрепить пройденный материал. И будет очень хорошо, чтобы... Теперь я чуточку расширю задание, усложню задание. Будет очень хорошо, если те, кто ходил все три вечера, расскажут тем, кто не ходил три вечера, что же они из этих трех вечеров для себя взяли. Вот снова же мы руководствуемся принципом. Это очень важный принцип, который помогает нам делиться тем, что мы получили. Даже если рядом с вами окажется человек, который тоже три вечера проходил, но вы с ним поделитесь, потому что вполне возможно, он услышал то, что не услышали вы, а вы услышали то, что не услышал он. И так вы друг друга будете обогащать. Наверное, вы обратили внимание на одну мысль, которую в течение этих вечеров я так время от времени проговаривал. Когда Иисус говорит Нагорную проповедь, Он говорит ее, обращаясь к тем, кого заинтересовала Его весть о Царстве Небесном. И они видели, что Иисус говорит что-то необыкновенное. Он призывает людей, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. И они все ждали, что наступит это время владычества Божьего над миром. Потому что во времена Христа люди очень хорошо понимали, что только Бог может навести порядок. И вот Иисус говорит, приблизилось Царство Небесное. Если вы хотите в Него войти, следуйте за Мной. Вот здесь очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Многие люди во Дне Христа считали, что следование определенным правилам приведет их в Царство Небесное. А Иисус говорит, следование за Мной приведет вас в Царство Небесное. Когда человек следует определенным правилам, ожидая, что Царство Небесное наступит, он очень внимательно следит за своей жизнью. Правильно я это сделал? Неправильно я это сделал. Соответствую этому критерию или не соответствую этому критерию. Более того, он не только за своей жизнью следит. Он еще за жизнью других следит. Как там у них? А они-то следуют правилам или нет? А если следуют, то насколько правильно они этим правилам следуют? Это когда человек воспринимает религиозность, духовность как следование правилам. Когда же ты следуешь за Христом, ты смотришь только на Него. Твоя основная забота не потерять Его из виду, не перестать слышать Его голос. Это твоя основная забота. И ты настолько этим озабочен, что тебе некогда следить. Насколько он там, вот тот брат или сестра, или человек, насколько они следуют правилам или не следуют правилам. Единственное, чем ты озабочен, если ты видишь, что тот, кто следует за Иисусом, вместе с тобой споткнулся и упал, твоя одна забота только, помочь Ему встать. И все. Чтобы Он тоже следовал вместе с тобой. И вот когда Иисус говорит, вот эти вот блаженства, на которых мы размышляем, это не блаженство правила. То есть Он не говорит, вы должны сделать себя нищими духом. Ну-ка, напышьтесь и сделайте себя нищими духом. заставьте себя плакать. А-а-а, а Он не плачет. Ага. Вот теперь понятно цена твоего христианства. Или там, вы должны заставить себя быть кроткими. Иисус говорит, если вы последуете за Мной, я дам вам вот это особое счастье, высшую полноту счастья. Я дам вам счастье быть нищими духом. Я дам вам счастье быть кроткими. Я дам вам счастье быть плачущими. Я это сделаю с вами. Не вы это будете делать с собой. Я это буду делать с вами. Только следуйте за Мной. Если вы пойдете за Мной, я это сотворю с вами. И вот сегодня мы обратимся еще к трем блаженствам. Вот вчера первый раз у нас было одно блаженство, вчера два, а сегодня будет три. Эти блаженства записаны в шестом, седьмом и восьмом стихах пятой главы Евангелия от Матфея. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И снова же, что говорит Иисус? «Если вы пойдете за Мной, я дам вам это блаженство. Тот, кто следует за Мной, тот человек все больше и больше алчит и жаждет правды. Тот, кто следует за Мной, все больше и больше обретает это милостивое отношение к окружающим, к миру. И тот, кто следует за Мной, последуешь за Мной. Я сотворю твое сердце чистым. Ты его чистым не сделаешь. Я сделаю твое сердце чистым. Только следуй за Мной». И вот когда человек обращается на этот призыв Христа следовать за Ним, он творит в Нем вот эту особую жажду. Это не значит, что у нас этой жажды не было. У каждого человека под толстым покровом всякой шелухи скрыта эта жажда правды, алканье правды. Оно иногда искаженно очень проявляется у человека. Но в каждом человеке оно есть. И Иисус, он вот эту шелуху снимает. Вы видели, как иногда работают археологи щёточкой. Очищают, очищают эту всю грязь. И сразу какая-то драгоценность появляется. Он очищает наше алканье и жажду правды. Когда у человека она покрыта покровом шелухи, мы направляем свою вот эту жажду правды на борьбу за справедливость. И вот даже в семьях мы проявляем её как? Я тебе сейчас. Я так алчу правды, но я алчу и жажду правды, ну, чтобы у тебя это вот было. Не у меня, но чтобы ты вот такой был. Я тебя сейчас сделаю праведным. Тебя мало не покажется. А Иисус говорит, я буду очищать твоё сердце, и в тебе будет пробуждаться всё больше и больше. Вот знаете, как росточек из сухой земли будет вырастать, вот эта настоящая жажда. Помните, вот есть замечательная библейская история, тоже связанная с Иисусом, как это алканье и жажда правды пробуждалась в одном человеке. У женщины. Самарянки. Вот очень красивая история, записанная в 4 главе Евангелия от Иоанна. Вы помните, женщина, самарянка, приходит к колодцу, и ей кажется, что всё счастье жизни сводится к тому, чтобы у неё была вода. И всё. И она пришла к колодцу. И Иисус начинает общаться с ней. Вот что было у женщины? Она была сварливой такой вот женщиной. И она, видимо, там, вы же знаете, она в полдень пришла к колодцу, обычно в полдень никто не ходил, с утра ходили, видно, поругалась со всеми своими соседками, да и поведение у неё было не очень хорошее. И вот она пришла, что у неё было? Она, она, вот, что спасло эту женщину? А то, что она с Иисусом общалась? Нет, она была абсолютно далёким от всяких духовных вещей человеком. Ей просто надо было вода. Но её заинтересовал Иисус, и она стала с Ним общаться. И Иисус говорит, о, я тот, кто могу тебе дать настоящую воду. Ты не будешь галкать и жаждать, когда я тебе дам эту воду. Она говорит, помните, что она ему говорит? Она говорит, так это, дай мне такую воду, чтобы я сюда не ходила. Вы видите, на каком она уровне находится, эта женщина? Ей вода надо. И больше ничего. Какие там духовные вопросы? Но Иисус копает глубже, именно потому, что она общается с Ним. Вот такая абсолютно приземленная женщина общается с Ним. Он ведет ее дальше, он терпеливый. Вот когда ты общаешься с Иисусом, где бы ты ни был, запомните, чем бы вы ни были, ваши головы не были заполнены, каким бы вы себя ни чувствовали, общайтесь с Ним, говорите с Ним, хотите денег? Хотите денег? Говорите с Ним о деньгах. Говорите, говорите, Боже, так бы хотелось, чтобы была куча денег, чтобы никогда не работать больше. Ну, поговорите с Ним о деньгах. Молодежь, хотите там смартфоны, там вот это вот все, ну, говорите с Ним, Боже, дай, ну, так охота. Вот, кажется, будет, такой счастливый буду, но на седьмом небе от счастья, ну, говорите с Ним об этом, давай только говорите. Понимаете, наш Бог такой, что Он даже с самыми приземленными людьми готов общаться на самые приземленные темы, но Он ведет дальше, Он говорит, ну, хорошо, давай с тобой по поводу твоего этого какого-нибудь там денег, очередного мешка поговорим, денег, давай, но я хочу тебя повести дальше. А потом, вы помните, как с женщиной строят разговор? А теперь давай поговорим с тобой о следующей важной части твоей жизни. Мы поговорили с тобой о воде, а теперь давай поговорим о мужчинах. Ну, и женщинам тоже нравится говорить, да, вот о мужчинах. если это муж, то какой он плохой и вообще неправильный, да, вот, если там это не муж, то тоже почему он не муж до сих пор? Ну, говорят, и Иисус говорит, давай будем говорить, давай, но только давай поговорим, а что у тебя такое, что уже шестой? Что у тебя в жизни такое? И вы помните, как эта женщина пытается уйти от темы. Обычно, когда Иисус затрагивает такую вот болезненную для нас тему. Мы говорим, давай поговорим о духовном, где надо поклоняться. И вот я замечал, даже среди христиан много людей, которые бегут от Бога, он их вот так за самое больное цепляет, говорит, ну, давай поговорим, это же больное для тебя, посмотри, вот в этом сфере жизни у тебя такой непорядок. я говорю, нет, давай будем, Боже, выяснять, какие псалмы петь. И воюют, доказывают друг другу, какие псалмы петь, как одеваться, чего есть, чего не есть. А на самом деле человек бежит от того, чтобы Бог его зацепил. Говорит, а ну посмотри, у тебя вот здесь непорядок. И вот Иисус вот так ведет эту женщину, пробуждая в ней, очищая ее сердце от желухи и пробуждая в ней истинную жажду. И вы помните, когда она реально уже встречается с Иисусом, там есть, вот вы сами перечитаете, вот дома придете 4 главы Иоанна, и вы увидите, что когда в итоге она встречается реально с Иисусом, она забывает про свой кувшин, с которым она пришла за водой и бежит в селение и всем говорит, ну пойдите, посмотрите, не тот ли пророк, которого мы ожидаем. Она пришла за водой, а оказалось, что вода не главная. Ты говоришь, Боже, дай мне чуть больше денег, ну вот пару мешков и счастье уже будет. Я буду счастлив окончательно. Он говорит, давай поговорим с тобой о денег, давай с тобой поговорим о личной жизни, давай, но ты будешь по-настоящему счастлив, когда ты со мной встретишься, и ты поймешь, что вот это все, это настолько не главное в твоей жизни. Ты это поймешь, я тебя к этому приведу. Ты, в тебе пробудется жажда настоящей правды. А что это за правда? Вот здесь же Евангелие от Матфея говорится об этом. Шестая глава, тридцать третий стих. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится к вам. Вот это все суетное, о чем мы беспокоимся. Обратите внимание, Иисус связывает Царство и правду. И еще апостол Петр, который, вероятно, слушал очень внимательно эти слова, во втором послании он пишет такие вот слова. Послушайте. Тринадцатый стих, третья глава второго послания Петра. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Так вот, я аучу и жажду денег больше. больше. Иисус видит за этой, за этим жаждой денег больше. Он видит там вот под этим ссором, под этой шелухой жажду Царства Божьего. Там, где правда обитает. И Он потихонечку вот это все разгребает, очищает во мне и во мне пробуждается ожидание нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Я жажду вот той правды. И вот тот, кто последует за Иисусом, вот вы будете следовать за Ним, вас все меньше и меньше будет держать в этом мире. Будут держать деньги и там роскошь, такое все, да, вот, что людей в этом мире держит. И вас все больше и больше будет, вы будете вот этими вот мечтателями, вы будете жаждущими Царства Божия, в которых обитает правда. Вы будете понимать, что в этом мире правду не установишь, что в этом мире рай не построишь. В отдельно взятой квартире в этом мире рай не построишь. сегодня у тебя рай, но ведь каждый из нас понимает, что сегодня все хорошо, а гарантии, что завтра все хорошо не будет. ты понимаешь, насколько этот мир неправильное место. И чем больше ты в этом мире живешь, тем больше, если ты следуешь за Иисусом, тем больше Он побуждает тебя жить не этим миром, жить другим миром, новым небом и новой землей, на которых обитает правда. И помните, мы вчера об этом тоже с вами говорили, плачущие где найдут полноту утешения? И отрет Бог всякую слезу. Только там наши слезы будут действительно осушены, кроткие, где они, какую землю они наследуют? Новое небо и новую землю. и другого нас нет. Это не наш дом, это не наша родина, это не наше царство. Мы здесь странники и пришельцы. Но Он нас ведет туда, на новое небо и новую землю, на котором обитает правда. Я часто студентам рассказываю об одном пастыре адвентийском. Люблю эту историю. В советское время было очень трудно приобрести Библию. А если ты ее мог купить, то она стоила где-то ползарплаты. Но средняя зарплата была 100 рублей, Библия стоила 50 рублей. Ну 102 зарплата была, да? Но Библия 50, 40. А раньше еще 120 рублей стоила. Ну вот представьте, почти всю зарплату надо было отдать для того, чтобы купить Библию. И в Украине баптисты, у них были нелегальные каналы поставок Библии, и они как бы с нами тоже, с адвентистами делились. Руководитель баптистов в Украине очень хорошо относился к адвентистам. И почему? Потому что в 30-е годы, когда он был совсем еще подростком, парнишкой, его отправили в сталинские лагеря. И он лежал на нарах рядом с адвентистским пастором. Люди в лагере умирали. Каждый день очень много людей умирало от тяжелой работы и от того, что их практически не кормили. И этот адвентистский пастор отдавал этому мальчишке свою пайку и говорил «Сынок, я умру, но я хочу, чтобы ты жил». И этот адвентистский пастор, он так и умер. А этот парнишка остался живой благодаря тому, что он ел не свой хлеб. Так вот, вы понимаете, к чему ведет Иисус своих детей? Ты настолько увлечен Царством Божьим в итоге будешь, настолько новое небо и новая земля станут той реальностью, к которой стремится твое сердце, что ты просто отдашь свой паек хлеба, кусок хлеба, последний кусок, отдашь другому, и ты не будешь за него трястись, потому что ты будешь понимать, жизнь здесь, это не все. Помните, мы с вами говорили, это только время подготовки. Тот, кто так следует за Иисусом, все больше и больше освобождается от вещей. Он становится все более и более внутренне свободным и щедрым. Ему легко отдавать. Он понимает, что это все не главное. Главное там. Он легко дышит. Я еще вам историю расскажу, хорошо? У нас в Заокске, правда, сейчас его, кстати, вырубили, потому что там какой-то жучок завелся, лес возле типографии. Там студенты ходят на свидания туда иногда, иногда спортом занимаются, иногда просто гуляют, там такая дорожка. Я одно время там бегал летом. У нас дождливая погода была, и я бегу по дорожке, и рядом с дорожкой растут грибы, хорошие грибы. Я срываю эти грибы, и бежишь, полная пригоршня грибов, и представьте, как это бежать. А так приятно, вот раз грибочек увидел, тут увидел, ты этот грибочек сорвал, и говоришь, Боже, как хорошо, птички поют, солнышко светит, грибочки растут, лес, как хорошо, так ты бежишь и благодаришь Бога. Но потом руки набираются этими грибами, думаешь, ну нет, так же бежать нельзя. И я так вот недалеко от дорожки под березкой положил эти грибы, и дальше побежал. Бегу. И тут мне мысль, а вдруг какой-то грибник найдет мои грибочки. грибочки. И вы знаете, уже птички не поют, солнышко не светит, радости никакой нет. Ты бежишь и думаешь, аааа, только бы мои грибочки никто не взял. И ты трясешься из-за этих грибочков. И все, и радости уже в жизни нет. Все, потому что у тебя, понимаешь, грибочки кто-то заберет, твои, мои грибочки кто-то заберет. Вы понимаете, что происходит с нами? Когда ты не сосредоточен на царстве, ты становишься несвободным. Ты начинаешь трястись над какими-то своими грибочками, которые тебе Бог дал. Бог же дал. Не твое это. Но ты за это держишься. И вот когда ты за чего-то в этом мире вот так вот держишься, трясешься, у тебя-то радости нету. У тебя постоянно страхи. Кто-то мои грибочки возьмет. Так вот, понимаете, когда ты следуешь за Иисусом, Он тебя освобождает от этой завязанности на твоих каких-то этих грибочках. Ты свободен становишься. И поэтому тот человек, который увлечен царством, который жаждет царства Божьего и правды его, он легко дышит и спокойно спит. Поэтому когда Христос говорит, давай следуй за мной, и я сделаю тебя алчущим и жаждущим правды, Он дальше говорит, я все больше и больше тебя буду освобождать от этих привязок к тому, что тебя в мире держит, и наполняет тебя страхами, и лишает тебя радости. Слушай, я тебе это все дал, и у тебя нет никакой власти и силы это удержать, и когда надо будет, ты все потеряешь, а надо будет, я дам еще больше. Все. Ну, вы понимаете, что значит следовать за Иисусом? Это путь все большего освобождения. Твое внимание, сердце твое привязывается не вот этим условным грибочком, а все больше и больше к Царству Божьему и правде Его, к новому небу и новой земле. Пойдем дальше. Но иногда мы начинаем бороться за правду. Вот, знаете, у каждого человека, и у меня тоже, есть желание установить Царство Божие и правду Его здесь, на земле, своими силами. Очень часто даже христиане бывают крайне немилостивыми, когда они начинают устанавливать как будто бы Царство Божие вот здесь, на земле. И вот, вы, наверное, помните крестовые походы, да? Пошли устанавливать Царство Божие на земле и вырезали и иудеев, и мусульман во славу Божию. Так люди иногда устанавливают Царство на земле. Поэтому Христос говорит, если я тебя буду вести, я тебе не буду только вот эту жажду правды, правды Божией, я не только это буду в твоем сердце формировать, я тебя буду делать милостивым. Послушайте, тот, кто по-настоящему увлечен правдой Божией, новым небом и новой землей, Царством Божиим, это человек будет невероятно милостивым. Знаете, я могу перестать есть мясо, это хорошо, правда, не есть мясо, это хорошо, но я могу перестать есть мясо и начну есть людей, а это уже плохо. и вы знаете, как часто бывает, я становлюсь, выбираю, например, и хорошо, если есть возможности, силы, здоровье, и вообще, ты пришел к этому, и ты выбираешь здоровый образ жизни, здорово, неизбежно, если всех вокруг тебя начинает тошнить от твоего здорового образа жизни, то это уже плохо, это уже проблема. Вот понимаете, когда сердце увлечено Иисусом, и ты по-настоящему за Ним следуешь, неизбежно твое сердце будет становиться все более и более милостивым. У тебя все больше и больше будет появляться сострадание к людям, к неправильным людям, которые находятся рядом с тобой. И я вам скажу, что это касается не только жизни в общении, это касается даже жизни в семье. Вы знаете, иногда мы даже со своими детьми бываем жестокими, мы их вот так вот ломаем, пытаясь их в согласии со своим идеалом сделать. Иногда родители становятся для своих детей тиранами и даже христианских семьях. И потом ребенок слышит слово Библия и его просто в холодный пот бросает от этого слова, потому что он вспоминает, как его просто уничтожали Библией дома. Или еще чем-то. Я недавно разговаривал со своей женой, она со мной разговаривала, вот же так, и она говорит, ты знаешь, что я поняла? Я говорит, ну это наверное все молодые мамы, они такие. Я говорит, я думала, что если я прочитаю много книжек и буду поступать со своими детьми так, как написано в книжках, все сработает. Я говорит, поступала так, как надо в книжках, как написано в книжках. Я вот так с ними и вот так. Я так злилась и раздражалась, когда вот я по книжкам все делала, а оно не работало. И говорит, ты знаешь, я сейчас чего поняла? Говорит, поздновато уже, ну поняла. А детей надо, говорит, просто любить. Просто молиться за них и из молящегося сердца строить с ними отношения. так вот, когда ты идешь за Иисусом, ты очень тонко и нежно, чутко начинаешь слышать сердце другого человека. Ты не пытаешься его ломать, ты не пытаешься его отформатировать по своим шаблонам. Ты просто невероятно милосердно относишься к нему, к его положению, к его несовершенствам, к его слабостям. И очень часто вот это милостивое отношение к человеку делает больше для него, чем вот твои там скандалы, чем твои морали, чем твои упреки, которыми ты пытаешься изменить человека, который находится рядом с тобой. И вот Иисус говорит, те, кто следует за мной, я буду вас делать милостивыми. А знаете, когда эта милость появляется в человеке, как он делает нас милостивыми? когда ты начинаешь понимать, что ты тоже нуждаешься в милости. Когда ты начинаешь понимать, что ты тоже невероятно слабый и несовершенный человек. Вы понимаете, вот последуешь за Иисусом, Он тебя наизнанку вывернет и покажет тебе, кто ты есть на самом деле. А тот, кто знает, кто Он есть, уже не будет немилосердно относиться к своему ближнему, потому что будет понимать, что Он тоже слабый. Я, наверное, вам рассказывал эту историю, но расскажу еще раз. Часто ее рассказывают, такая вот ну любимая моя история. В общем, у меня была любимая красная рубашка. Кто-то, наверное, слышал уже. И я однажды свою жену попросил ее постирать. Она взяла ее и она, как всякая нормальная женщина, откладывает цветное отдельно для стирки, светлое отдельно. Я обычно стираю все вместе. Ну и там не набралось уже цветного столько, сколько надо. И я утром стою в ванной, умываюсь и в зеркало смотрю сзади меня лежит моя красная рубашка не постирана. Уже прошло четыре дня, а она до сих пор ее не постирала. Знаете, когда ты еще утром встаешь, у тебя нет настроения, так хорошо, что есть жена. И я думаю, я сейчас доумываюсь и я ей скажу. И тут просто в этот момент я вспоминаю, что дверка от шкафа, которая отвалилась месяц назад, до сих пор еще не прикручена. И вы знаете, что-то мне перехотелось говорить со своей женой по поводу непостиранной рубашки. Когда она присутствует, когда я об этом рассказываю, она еще добавляет, сидит сзади и добавляет, говорит, она до сих пор еще не прикручена. Вы понимаете, когда ты начинаешь видеть свою слабость, начинаешь понимать, что ты тоже человек, нуждающийся в милости, ты совершенно по-другому начинаешь относиться к тем, кто рядом с тобой. Так вот, Христос, Он не просто так вот, иди за Мной, и Я сделаю тебе милостивым. Ты пойдешь за Мной, Я тебе покажу, кто ты есть. Ты иногда мучительно тебе будет узнавать свое несовершенство. Ты будешь знать, что ты тоже слабый человек, нуждающийся в милости. Чем больше ты будешь узнавать свою слабость, свою нищету Духа, тем больше ты будешь милостивым к тем, кто рядом с тобой. Итак, смотрите, блажен научущее и жаждущее правду, Он делает нас свободными, если мы пойдем за Ним, свободными от этих грибочков, которые привязывают нас к этому миру и наполняют нашу жизнь страхом и беспокойством. Ты последуешь за Иисусом. Он покажет тебе, кто ты есть на самом деле и сделает твое сердце милосердным. И дальше, если ты последуешь за Иисусом, Он сделает твое сердце настолько чистым, что Бог станет для тебя не кем-то кто-то кем-то там, а Бог станет для тебя реальностью. И, конечно, о чистом сердце сейчас много можно говорить, но мы не от чистого сердца оттолкнемся, а от Бога узрит. А кто в Библии видел Бога лицом к лицу? А ну, вспомните. Моисей. О, это пример человека с чистым сердцем получается, потому что он видел Бога лицом к лицу. А теперь давайте мы снова же пойдем от обратного. А что предшествовало вот этой встрече Моисея с Богом? Какое событие предшествовало? Израильский народ, который пообещал Богу быть верным, отпал. Стали поклоняться золотому тельцу. Вы дома сможете это прочитать в 32 главе книги Исход. И вот там же в 32 главе книги Исход говорится, что Бог сказал Моисею, я уничтожу этот народ и от тебя произведу новый народ. И вы помните, что говорит Моисей? Если ты их уничтожишь, то и меня изглади из книги жизни. Моисей настолько любит этих крайне несовершенных людей, которые погрузились в страшное идолопоклонство, но он говорит, это мои люди, Боже, я готов потерять вечность, если ты вычеркнешь их из книги жизни. И вот в 33 главе книги Исход, когда все это случилось, Моисей встречается с Богом. Именно в 33 главе после этой истории Бог говорит с Моисеем лицом к лицу. Давайте прочитаем 11 стих 33 главы. Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан и говорил Моисей с Богом лицом к лицу. Что тогда, что такое чистота сердца, позволяющая лицом к лицу говорить с Богом, увидеть Бога. Что значит чистое сердце? Знаете, мы очень часто говорим «Чистое сердце» это когда я сравниваю себя с правилами и вижу, о, какой ты чистый. И мы очень часто чистое сердце сравниваем с нравственными какими-то категориями. Не пьет, не курит, субботу празднует, свинину не ест. Чистое сердце. Но когда мы смотрим на эти слова в контексте истории Моисея, мы понимаем, что чистое сердце, это сердце, в основании которого лежит жертвенная любовь. Такая любовь, когда ты можешь стать между Богом и грешником и сказать, Боже, не уничтожай его. А если ты его уничтожишь, то меня вычеркни из них и жизни. Вы понимаете, чистота сердца снова же связана не с правилами. Иисус говорит, вы последуете за мной, и я сделаю ваше сердце таким же любящим, таким же жертвенным, как у Моисея. И я вас научу так же любить, как Моисей. Ибо только тот, кто так любит, может увидеть меня лицом к лицу. Потому что помните, кто такой Бог? Иоанн пишет. Бог есть кто? Бог есть любовь. Поэтому Он говорит, ты последуешь за мной, и я научу тебя любить, вот по-настоящему любить. Мы приходим в этот мир, и сатана нам внушает, что настоящая любовь — это когда тебе подарки дарят, когда к тебе проявляют внимание, когда тебя на руках носят. Это настоящая любовь. А настоящая любовь, она всегда завязана на жертве. И тот-то знает эту любовь, только тот по-настоящему счастлив. Я вот вам сейчас одну историю расскажу. Я тоже молодежью ее рассказываю. Когда-то моя дочка, старшая Наташа, ей сейчас 15, а ей было тогда где-то лет 8. Она учится в нашей адвентистской христианской школе, там в Заоске. И тогда моя жена с сыном лежали в больнице. И вот я со своими девчонками, был один. И я стою на улице, разговариваю. Моя Наташа подходит ко мне, дергает меня за рукаву, говорит, папа, я тебе хочу что-то сказать. Я смотрю, у нее глаза какие-то шальные. Я говорю, Анатуля, что случилось? И она мне на ухо шепчет, папа, меня сегодня в школе Антон обнял. Я думаю, чем они там занимаются? Христианская школа? Первый класс? Уже обнимаются. Но мне тогда некогда было. И вечером мы сидели, ужинали. И я ей говорю, Анатулечка, расскажи мне, как это вот тебя Антон обнял? Жень, подойди сюда, я сейчас покажу на тебе. И она говорит, пап, ну мы с Антоном вот так играли, 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 потом меня взял и обнял. Спасибо, Женя. Я говорю, Ната, я как бы думаю, да. Я говорю, Анатуль, ты видела, чтобы я когда-нибудь так маму обнимал? Она говорит, нет. Я ей объясняю, Наточка, ну это не обьятие, это силовой захват вообще. Это не обьятие. Так не обнимают. Я понимаю, что она девочка. И вот, да, как-то мальчик ее обнял, и что-то у нее там уже в голове там какие-то процессы пошли. Вот. И я к ней пытаюсь объяснить, что вот это не обьятие. Но вы понимаете, вот демон иногда ловит человека вот так, ведет по жизни и говорит, это любовь. Это любовь. Там, где эгоизм, там, где твое я подогревают, там, где тебя-то вот восхваляют, там, где все для тебя. Это любовь. И Христос говорит, ты последуешь за мной, и я буду шаг за шагом открывать тебе другую любовь. Вот такую любовь, как у Моисея. И вот только, когда человек любит такой любовью, он по-настоящему счастлив. Понимаете, настоящая любовь, это когда ты отдаешь, 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 не взвешиваешь, не торгуешься, а отдаешь. Бог у нас такой, поэтому Он счастлив, потому что у Него все, Он все отдает. Просто так, даром. И потом, вот такую же любовь проявил Иисус, когда пришел на нашу землю, Он все отдал. Отдал. Все отдал. Именно такая любовь побеждает мир. Именно такая любовь, когда ты любишь жертвенной любовью, вот тогда ты по-настоящему живешь. Эгоист не живет на самом деле. А тот, кто жертвенной любовью любит, тот живет. Многие люди потеряли смысл жизни, живут в пустоте, потому что не умеют. Любить. А Иисус говорит, последуешь за Мной. Я дам тебе вот такое чистое сердце, наполненное жертвенной любовью сердце. Я научу тебя любить Божьей любовью. Настолько, что когда ты так будешь любить, Бог будет изо дня в день становиться для тебя все большей и большей реальностью. Вот такие чистые сердцем Бога узрят. И вот сейчас я уже закончил. Сейчас я хотел бы обратиться к тем, кто еще не сделал, не принял решение следовать за Иисусом. Вполне возможно, что здесь в зале есть те люди, которые уже приняли решение принять крещение. Послушайте, крещение, это когда я говорю, Бог Иисус, я хочу за тобой вот так следовать. Кто-то, может быть, вам сказал, примешь крещение, все, после крещения это будет нельзя, это будет нельзя, это будет нельзя, и не забудь, что и вот это тебе будет нельзя. И вот когда у тебя будет много нельзя, чем больше нельзя, тем лучше и ты христианин. это неправда. Тот, кто принимает крещение, он откликается на вот этот вот призыв, следуй за мной, и я сделаю тебя по-настоящему свободным. Ты будешь все больше и больше увлекаться моим царством. Следуй за мной, ты будешь все больше и больше узнавать себя, и сердце твое будет становиться милостивым и мягким. Следуй за мной, и я буду делать твое сердце по-настоящему чистым, чистым, потому что в нем будет все больше и больше этой жертвенной любви. Ты по-настоящему только тогда начнешь жить, когда последуешь за мной. Следуй за мной. И я сейчас хочу помолиться именно за тех, кого Бог побуждает за ним следовать. Крещение, это знаете, как парень и девушка приходят в ЗАГС и расписались, и все, отныне они, муж и жена, они имеют полное право друг на друга. Может быть, вам надо будет еще пройти какой-то путь, но если вы сейчас испытываете желание следовать за ним, вот так следовать, идите сюда. я обращаюсь к тем, кто еще не принимал крещение. Может быть, вы уже приняли решение и вы идете по этому пути. Идите сюда, мы помолимся, чтобы Бог утвердил ваше решение. Если вы еще как бы не приняли, но вас просто вы хотите идти за Иисусом, идите сюда. Мы будем молиться. Рано или поздно Он вас приведет к крещению, к этому определенному итогу в ваших отношениях. Идите сюда. Поймите, лучшего, чем следовать за Ним, вот так, лучшего пути вообще в жизни не существует. Поймите. Поймите.